В селе Протягайловка прошли повторные выборы. За мандат депутата сельсовета боролось трое кандидатов. Победу одержала Татьяна Лука. Протягайловка – сельский дом культуры. Здесь выбирали депутатов сельсовет по одному из округов. Электоральная база – 229 человек. Все жители улицы Мунтяна. Люди идут, исполняют свой гражданский долг, хотят выбрать своего представителя, который будет защищать их интересы, представлять их интересы, отстаивать их и будет делать жизнь на том округе, на котором его выбирают, лучше. В единый день голосования выбрать депутата по пятому избирательному округу не удалось. Большинство сельсчан проголосовали против единственного кандидата, который здесь выдвигался. Теперь кандидатов трое. Все молодые, энергичные, уже зарекомендовали себя в общественной работе. За что вы будете голосовать? Голосовать, чтобы было благоустройство у нас, чтобы клуб работал, как работал в советское время, чтобы кино, концерты были, чтобы было все хорошо. За что будете голосовать? Чего ждет своего депутата? Ну, помощи, конечно. Надо много таких проблем есть, что надо решать. Мы там в тупике живем, освещений никакого. Уже сколько мы там живем? С 1986 года. Никакого освещения. А там три дома, три коттеджа, по четыре семи в каждом. И переулок 150 метров. Я-то на машине фары включил и заехал. А есть уже внуки, их в садик, школу, мелочь вот такая вот. А зимой оно рано темнеет. На 10 утра на протягайловке проголосовали 5% избирателей. Сельчане еще не адаптировались к весеннему переводу часов, говорят в комиссии. В избиркоме строго следят за соблюдением карантинных мер безопасности. Каждый житель села при входе обеспечивается санитарной маской одноразовой и одноразовыми перчатками. При этом регулярно каждые два часа проводится санитарная обработка инструментаря, столов, в кабинках, где голосуют. То есть все предусмотрено в целях безопасности и во избежание распространения вируса. После обеда поток избирателей на участке увеличился. В целом проголосовали 22% сельчан. Большинством голосов в сельский совет избран самый молодой кандидат – 30-летняя Татьяна Лука.